всем доброго времени суток я приветствую вас на канале о котором меня зовут ольга сегодня предлагаю вашему вниманию 2 прогноз на неделю с 3 по 9 августа включительно для знака зодиака водолей уважаемые водолеи напоминаю что гадание имеет общий характер она подходит и женщинам и мужчинам и тем кто в паре и тем кто одинок надеюсь что многие из вас найдут для себя важные советы и подсказки досмотрев это видео до конца напоминаю о том что расклад общий и для всех одинаково проиграться он не может сколько людей столько судеб если по первым картам вы видите что информация с не резонирует возможно в этом периоде расклад просто вам не подходит это второй прогноз вы можете смотреть как по своему основному знаку гороскопа также и по асценденту это и другое верно что с вами больше резонирует то и ваши сейчас по традиции вы можете загадать картам один вопрос желания думаю о своем вопросе обязательно устанавливаете временные сроки чтобы вы понимали какой период времени для вас ваше желание проиграется или нет карта оставшиеся на самом дне колоды и будет являться ответом на ваш вопрос но запаситесь терпением и и мы будем рассматривать конце чтения основного вашего расклада несмотря на то что информация общего характера даже благодаря ей мы можем рассмотреть характеристики этой неделе и предвосхитить какие-то события в вашей жизни предупрежден значит вооружен и расклад для того и нужен для того чтобы выявить слабые стороны вашей жизни и чтобы вы понимали что вам нужно делать дальше колода готова кому нужно больше времени нажимайте на паузу а я продолжаю уважаемые водолеи все карты вашего расклада перед вами и я приступаю к его чтению ваш расклад начинается с карты старшего аркана папы или карта иерафанта эта карта говорит о том что в вашей жизни на сегодняшний день есть какие-то большие сложности борьба но сами высшие силы будут вас поддерживать вливать вас энергию тогда когда вам ее будет не хватать эта карта и предполагают то что бывают такие тяжелые моменты что вам кажется что вы теряете силы но они откуда-то у вас появляются и вы движетесь вперед это ваш внутренний стержень это ваша непоколебимая вера в то что все будет хорошо это ваша внутренняя молитва и поверьте что высшие силы вас слышат слышат вашу молитву и ваши просьбы для многих из вас это мощная защита которая может быть вы имеете благодаря вере религии для кого-то это также люди на земле которые вам помогают в большей степени это может быть мужчина либо несколько мужских лиц с которыми вы что-то решаете или обсуждаете либо от этого мужчины или мужчин вашей жизни что-то зависит если меня смотрят мужчины водолей вот эта карта говорит о том что вы и сами на сегодняшний день кому-то можете помочь но пока вам и самим в чем-то нужна поддержка не теряя надежды вы идете вперед вы и идете дальше и давайте мы посмотрим общий фон событий всей этой неделе что входит в вашу жизнь и мы видим карту 10 жезлов эта карта перемен эта карта также сложности и проблем которые на сегодняшний день взвалены на ваших плечах это не одна проблема их много и вы все эти проблемы тащите на себе вы решаете не только свое но и чье-то эта карта может предполагать усталость и на физическом и на эмоциональном уровне и эта карта предполагает то что в какой-то момент вам понадобится отдых но я вижу что об отдыхе вы не думаете у вас есть цель и вы знаете что вам ее нужно достигнуть вы очень порядочные ответственные люди вы может быть кому-то помогаете еще но вам нужно больше подумать о себе это какие-то сложные переломные моменты в вашей жизни поясняющая карта это четыре пентакля и она говорит о том что в большинстве вот эта самая борьба идет в рабочий в деловой сфере то что касается карьеры заработка вы конечно заработать можете деньги у вас будут но какой ценой они вам даются это бесконечная борьба для кого-то это может быть тяжелый физический труд но денег не настолько много насколько вам бы хотелось да благодаря тем деньгам которые вы получаете у вас есть какая-то стабильность но вы переживаете за завтрашний день вы эту стабильность все время пытаетесь удержать многие из вас пытаются накопить отложить у вас даже могут быть какие-то финансы но вы боитесь потратить даже в чем-то можете экономить на самих себе на текущие расходы по этим картам конечно вам хватает но зато равновесие которая есть вашей жизни нужно бороться каждый день давайте посмотрим что происходит у наших семейных пар для семейных выпала карта старшего аркана отшельника и карта короля мечей эти карты говорят о том что в отношениях есть большое напряжение вы себя чувствуете как бы отстраненным от партнера вы сами сознательно отстраняетесь уходите в сторону вы не хотите каких-то скандалов провокаций выяснений отношений вы вроде бы вместе но это одиночество вдвоем каждый из вас сам по себе если смотрит меня женщины ваш мужчина слишком авторитарен в отношении вас слишком пытается подавлять вас своим авторитетом навязывать вам свое мнение при этом постоянно требуя подчинения и уважения а вам не хватает элементарно любви слов ласки нежности возможно ваш мужчина решает многие вопросы касающиеся дома но грубоватость и холодность вашего партнера вас как бы отстраняют друг от друга если смотрят меня мужчины водолеи по отшельнику вы также одиночитесь эти карты говорят о том что нет сексуальной нормальной жизни о том что чувства замерли о том что отношения не развиваются а наоборот деградируют и стопорятся многие из вас начинают задумываться о том а стоит ли эти отношения развивать вы сознательно уходите в себя и не хотите общаться если смотрят меня мужчины возможно вы считаете что ваша женщина пытается над вами доминировать включая в себе мужчину это вас отталкивает от нее для тех у кого есть какие-то вопросы связаны с оформлением документов связанных с домом с имуществом в чем-то у вас здесь может не хватать информации возможно вам понадобится помощь либо юристов адвокатов либо опытных людей в этих делах какой-то вопрос может решаться либо с помощью мужчины если смотрят меня женщины это может быть ваш супруг но это может быть еще кто-то из внешнего мира пока вы ждете какого-то результата что-то взвешивайте и анализируйте прислушивайтесь к своему внутреннему голосу для того чтобы не делать ошибки внутренний голос вас не подводит что ждет наших одиноких водолеев всех тех кто в свободном поиске и в личной жизни и в работе для вас выплат 10 чаш карта старшего аркана шута и 5 пентаклей несмотря на то что с финансами сложность с работой у многих тоже дела не очень кто-то хочет поменять работу кто-то работает но денег катастрофически мало по пятерке пентаклей несмотря на это в вашей жизни на этой неделе будут какие-то приятные моменты возможность неплохо отдохнуть хорошо провести время с друзьями с вашей семьей возможность куда-то поехать расслабиться для многих из вас это также какие-то новые знакомства новые впечатления все то что вас порадует но возможно в связи с какими-то поездками у вас идут большие расходы и денег на что-то вам может не хватать многие из вас думают об образовании о том чтобы начать что-то в жизни как чистого с белого листа это касается и личных отношений и работы для всех тех кто встречается пока в большей степени это свободные отношения ни к чему не обязывающие вы кому-то проявляете интерес кто-то проявляет интерес к вам это поиск да это может быть и интим но без обязательств конечно вы открыты новым отношением и вы хотите что-то поменять в личной жизни вам встречаются партнеры но все какие-то с финансовыми проблемами а вам хотелось бы стабилизировать свою жизнь и вы ищите надежного партнера для всех тех кто встречается до карты могут говорить о интимной близости но этим временем вы можете думать о ком-то еще карта шута говорит о том что может быть кто-то общается через соцсети для того чтобы найти свою вторую половиночку в личной жизни вы в чем-то даже готовы рисковать вам хочется каких-то новых ощущений вам хочется драйва и вы этот драйв ищите для тех кто встречается карты говорят о том что несмотря на то что партнеры рядом с вами может быть вы после этих встреч после праздника жизни чувствуете какое-то душевное опустошение и понимаете для себя что скорее всего вам с этим человеком не по пути для тех у кого пока нет никого это возможность новых знакомств у вас партнер может быть с вами на расстоянии это может быть знакомство через соцсети либо в дорогах в поездках может быть вы для себя проходите какие-то мастер-классы тренинги и там вы также с кем-то можете познакомиться с интересными людьми это то что может давать вам какие-то новые возможности но на все ваши желания все равно не хватает денег для тех кто работает в работе вы что-то хотите поменять возможно вы хотите чему-то обучиться чтобы у вас были дополнительные навыки это то что приносило бы вам деньги у кого-то из вас могут быть проблемы с финансами еще из-за того что вы где-то ними слишком сорите когда они у вас есть вы их тратите где-то даже не задумываясь о завтрашнем дне а потом наступает момент проблем что происходит в центре вашего расклада это основные события вашей жизни и также основные моменты связанные с вашей работы для тех кто работает и в центре вашего расклада мы видим карту старшего аркана луны это какие-то внутренние ваши страхи фобии сомнения боясь завтрашнего дня и неуверенность сегодняшнем конечно из-за работы очень много переживаний колебаний в вашей голове у вас портится настроение вы не знаете как вам поступать дальше для всех тех кто работает эта карта может предполагать что рядом с вами неблагоприятное окружение если вы в коллективе если это начальство то то же самое вы можете испытывать недоверие к тем людям которым работаете они в свою очередь вас в чем-то также вводят в заблуждение это могут быть и коллеги сотрудники люди которые вам чего-то не договаривают может быть за счет вас пытаются разрешить какие-то свои проблемы интуитивно вы все это чувствуете в этом месяце еще какие-то проблемы с работой пока еще остаются поясняющие карты выпала двоечка пентакли она говорит о том что да деньги в руках у вас есть но этих денег едва хватает то есть благодаря своей работе доход вы имеете но при этом вы может быть думаете еще каких-то дополнительных рабочих вариантов для того чтобы заработать больше вы стараетесь вести себя очень активно для того чтобы использовать любые шансы и возможности чтобы что-то в своей жизни улучшить для тех кто ищет работу это не самое благоприятное время для поиска также карты говорят о том что у многих есть семейные родовые проблемы какие-то сложности в доме в семье если смотрит меня мужчины вы находитесь под большим влиянием женщины для кого-то это может быть мать для кого-то жена для кого-то сестра если говорить о женщинах то вам нужно прислушиваться к своей интуиции в этом периоде я бы не советовала вам совершать какие-то крупные сделки подписания крупных договоров возможен обман и какие-то махинации с деньгами давайте посмотрим на ваши финансы на финансы для вас выпала карта пятерки мечей это уже третья пятерка в вашем раскладе и она говорит о том что у многих из вас бессонные ночи нервы из-за тех людей с которыми вам приходится общаться это большие переживания эта карта врагов конкурента вражеского лагеря кто-то по этой карте действительно претендует на что-то то что по праву принадлежит вам либо ваши отложенные деньги либо те что вы зарабатываете здесь тоже конкуренция может быть кто-то пытается оказывать чем-то на вас давление вас в чем-то могут даже подставлять либо желать подставить для того чтобы за счет вас разрешить какие-то свои проблемы поэтому в этом периоде будьте очень осторожны и внимательны и обратите внимание на то что поясняющей карты выпало колесо фортуны эта карта риска и скорости но в каких-то делах касающихся денег вы слишком рискуете слишком слишком много спонтанности и рядом с вами не те люди которым особо можно доверять поэтому пересмотрите свои позиции в отношении каких-то новых денежных предложений либо развития старых договоров но с людьми корыстными и нечестными для многих из вас эта карта вынужденных потерь в деньгах из-за кого-то может быть из-за финансов вы втянуты в какие-то провокации и сами против кого-то ополчены хотите чего-то добиться или вернуть то что истинно ваше карты говорят о том что какой-то сложной финансовой ситуации неожиданным образом к вам может прийти помощь и поддержка давайте посмотрим что происходит во внешнем мире это любого рода контакты и связи и здесь мы видим снова карту старшего аркана башни эта карта разрушений скандалов пояснений отношений при том это для вас происходит совершенно неожиданно как гром среди ясного неба со стороны каких-то людей могут быть действия которые подрывают что-то в вашей жизни и не зря перед тем выпадала карта пятерки мечей то есть рядом с вами есть кто-то кто вам мешает жить и развиваться для некоторых из вас это сложности с бумагами из казенными домами что-то не удается решить что-то сложно но у нас есть еще одна поясняющая карта эта карта мага снова таки старший аркан и эти карты уже просто кричат о том что вами кто-то пытается манипулировать для того чтобы какую-то ситуацию продавить под себя вы сами должны научиться кем-то манипулировать какую-то сложную ситуацию которая будет казаться вам критической спасти можно если смотрит меня мужчины что-то будет зависеть от вас самих если смотрят меня женщины то вашей жизни разрушения и какие-то потери именно из-за мужчины и мужчина может вами в чем-то манипулировать скрытые факторы этой недели то чего не видно на поверхности но то что нужно знать уже сегодня карта туза чаш карта королевы жезлов и карта королевы мечей эти карты могут говорить о двух женщинах подругах либо о двух женщин связанных кровным родством и вам какая-то дама помогает если смотрит меня мужчины что-то в вашей жизни зависит как минимум от двух женщин это может быть супруга и мать ваша жена и еще какая-то подруга либо сестра если речь идет о личных отношениях милые женщины для тех кто встречается карта говорит о том что рядом с вами может быть женщина конкурентка в лице вашей ближайшей подруги с одной стороны это какие-то душевные разговоры с другой стороны большие нервы чем завершится для вас этот период и здесь мы видим карту троечки пентакли эта карта говорит о том что рабочие процессы будут стабилизироваться работа все-таки у вас будет заработать вы сможете у многих появляется возможность либо карьерного роста либо обучения дополнительных возможностей это какие-то бонусы как вознаграждение за ваши труды вот сама жизнь может быть вам делают какие-то сюрпризы для кого-то из вас и выходные нет возможности расслабиться это работа но с другой стороны неплохо почему потому что все-таки это деньги в каком-то финансовом вопросе вы проявляете интерес кто-то по этой карте может делать что-то своими руками либо во что-то вкладываться это все то что ведет вас к развитию давайте посмотрим на основной совет на этот период карта восьмерки мечей это карта зависимости это карта оков для кого-то из вас эта карта может говорить о хронических заболеваниях которые периодически дают о себе знать для того чтобы вас что-то не беспокоило вы должны все время следить за своим здоровьем ну и так же эта карта говорит о том что пришло время сорвать себя путы сорвать себя оковы не побояться рискнуть не побояться получить какой-то новый опыт и карта ответа на ваш вопрос эта карта мира однозначно то что вы загадали у вас сбудется притом сбудется самым лучшим образом тот вопрос который вы задали приведет к вас к дополнительной реализации и к дополнительным возможностям как подсказка эта карта грит о том что вы должны быть больше социально активными больше общаться нарабатывайте новые связи новые знакомства и пользуйтесь старыми возможностями раскрывайте что-то в себе и развивайтесь не бойтесь новых начинаний не бойтесь совершенствоваться и не бойтесь думать о невозможном все невозможное становится возможным когда мы к этому прилагаем усилия давайте возьмем также три дополнительных карты из ракула ленорман что еще вам нужно знать в этом периоде информация общего характера и для мужчин и для женщин три карты карта солнышко карта клевера и карта книги говорят о том что у вас действительно появляется возможность нового заработка новых предложений касающихся либо работы либо вашего развития для кого-то это может быть новые возможности в обучении замечательные карты которые говорят о том что у многих из вас появится все-таки возможность неплохо поработать но и неплохо отдохнуть в приятной компании это какая-то шумная компания разговоры сплетни но все это вас умиляет и все это вас радует для кого-то из вас эти карты говорят о том что вы неожиданно для себя найдете информацию вас волнующую и для вас важную при том может быть это какие-то новые люди неожиданные знакомства которые также в чем-то вам могут помочь для одиноких для тех кто встречается эти карты говорят о встречах о свиданиях о романтике о том что в отношении вас кто-то проявляет большой интерес если это какие-то документальные вопросы то тоже шансы что-то разрешить кто-то вам здесь будет помогать карта совета для женщин и карта совета для мужчин для женщин выпала карта букета эта карта вашей собственной красоты и внешности пользуйтесь своими внешними данными то чем наградила вас природа также эта карта говорит о ваших знакомствах и о вашем умении красиво общаться о вашей коммуникабельности это все то что вам поможет также эта карта может говорить о некой темненькой женщине которая вам чем-то может помочь может быть женщина постарше для кого-то это может быть даже мама которая вас чем-то поддерживает или старшая подруга для мужчин выпала карта женщины карта княгини она говорит о том что вам в чем-то может помочь именно женская особо женщина для вас очень важно и вот эта женщина очень влияет на вашу жизнь в целом несмотря на то что расклад выдался сложный дополнительные карты говорят о том что появятся возможности и шансы что-то разрешить выйти из тех затруднений в которых вы на сегодняшний день оказались и помните о том что вашем раскладе выпала карта веры и эту веру вы не должны терять ни в коем случае даже если ваш расклад обобщить исключительно по старшим арканам а в вашем раскладе таких не один эта карта верховного жреца эта карта иерафанта это карта луны колесо фортуны карта башни и карта мага посмотрите пять старших арканов здесь еще также есть карта шута 7 старших арканов в этом периоде это говорит о том что что-то очень важно действительно сейчас происходит в вашей судьбе с одной стороны вам помогают высшие силы по верховному жрецу с другой стороны вам еще нужна помощь наставника либо старшего друга человека в чем-то для вас опытного но по луне все равно в чем-то вас преследуют сомнения из-за каких-то семейных проблем чего-то вы не можете разрешить слишком много спонтанности в каких-то делах и не организованности и желания какого-то риска важно то чтобы этот риск был оправдан почему потому что рядом выпала карта башни и она говорит о том что неразумный риск может привести к потерям и карта мага конечно же говорит о том что вами кто-то пытается манипулировать в особенности если это какие-то сложные юридические вопросы это как дополнительная информация и можно сказать обобщение вашего расклада уважаемые водолеи таким был для вас расклад на этот период всем хорошего настроения всем веры в себя и в то что невозможное становится возможным а вы помните что на ваше желание выпла также карта старшего аркана мира у вас появятся возможности вашей жизни изменить очень многое главное вы должны к этому идти всем удачи всем хорошего настроения подписывайтесь на мой канал кто еще не успел подписаться ставьте лайки за проделанную мною работу а я не прощаюсь с вами я говорю вам до новых встреч до следующих видео